Друзья, всем привет! Скажу вам сразу, я пишу это видео без малейшей подготовки, без сценария. Сегодня у нас воскресенье и, соответственно, иногда, как я говорил, по воскресеньям будут выходить вот такие разговорные видео. Но только тогда, когда есть тема. Возможно, я бы съел, тоже в свое время будет выходить воскресенье. Сегодня очень важная тема. Буквально вчера вечером меня до конца уже поломало для того, чтобы я просто взял, поставил камеру и быстренько записал это видео. Я хочу очень серьезно поговорить про культуру передвижения на велосипеде. Когда-то у меня уже было видео про культуру передвижения на велосипеде, но это было на заре становления канала. На самом деле, там все так. Я до сих пор придерживаюсь того мнения. Но правда в том, что основная часть моего канала после того времени только пришла ко мне. И на тот момент, по-моему, было 1015 или 20 подписчиков. Поэтому я хотел бы сегодня еще раз со всеми поговорить на эту тему. Поэтому, возможно, еще придется. Почему я чувствую эту ответственность? Потому что я хотя бы чуть-чуть, но все-таки думаю, что способствую популяризации велосипедного движения в Украине. Возможно, и не только. Я ни в коем случае не хочу приписывать себе никаких наград. Не хочу сказать, что я такой офигенный. Именно поэтому так. Но я действительно чувствую ответственность. Потому что мне очень часто пишут, что Саня из-за тебя начал кататься. Саня из-за тебя начал путешествовать. И это на самом деле круто. Я очень рад, что мои обычные покатушки, моя обычная веложизнь способствует тому, чтобы люди также садились на велосипеды. Но есть большая проблема. Дело в том, что мне кажутся некоторые вещи очень очевидными. И я про них перестал говорить. Или практически перестал говорить. А все-таки стоит. Дело в том, что многие считают, раз купил велосипед, то все, в принципе, уже сделано. Садишься себе, едешь кататься по дорогам города, в путешествия и так далее. Но это не так. Видите ли, в любой сфере, если ты купил автомобиль, тебе надо дополнительно еще купить зимнюю резину, если ты живешь в наших краях. Купить аптечку, огнетушитель. Купить страховку. Тебе надо его заправлять. Тебе надо его обслуживать. Тебе надо следить, чтобы твоя оптика работала и так далее. Понимаете? Все не заканчивается только на том, как ты купил автомобиль. Тебе надо знать, что будет дальше. И в случае с автомобилями все достаточно очевидно. Потому что это банальные вещи, о которых знают все. Почему? Потому что автомобили слишком сильно распространены у нас. И более того, если ты что-то делаешь сильно не так, к примеру, у тебя нет страховки, рано или поздно тебя накажут. А если у тебя выключены фары в темное время суток, тебя накажут сразу же. В случае с велосипедами, хоть и есть законодательная база, но о ней практически никто не знает. И велосипед зачастую считается чем-то таким. Знаете, ну типа по фану, поехал себе покататься. И поэтому люди не задумываются над тем, а как же надо вести себя на велосипеде, если ты выезжаешь на дорогу. Напомню, на дорогу ты должен выезжать. Ты не можешь ездить по тротуарам, там где гуляют люди, маленькие дети, если тебе уже там больше 14 лет. По поводу 14 лет я не уверен. Это прописано в правилах дорожного движения, но скорее всего все, кто смотрит мой канал, они должны ездить по дорогам на велосипедах. Конечно же я хочу сказать, друзья, что вам просто-таки необходимо купить фонарь, мигалку, шлем. Это, конечно, уже на ваше усмотрение. Я всеми силами топлю за шлем. Но поймите, от шлема зависит только ваше будущее. Будьте уверены, если вы катаетесь без шлема, рано или поздно вы упадете и либо останетесь инвалидом, либо погибнете. Пусть это звучит очень громко и я ни в коем случае никому этого не желаю, но возможно эти фразы до кого-то достучатся и заставят вас задуматься. Недавно в Одессе парень с девушкой ехали на велосипедах по парковой зоне, даже не по дороге. Просто бегун задел руль велосипеда, девушка упала прямо на голову. Что там дальше было, я не знаю. Приехала скорая, лужа крови была огромная и в любом случае я таких случаев знаю много, когда люди просто едут на небольших скоростях, падают головой, ударяются и все. Я решил вставить кусочек этого видео и увидел, что самый залайканный комментарий, закрепленный даже к этому видео, от парня девушки. Вот он говорит, что я парень этой девушки, с ней уже все хорошо. То есть он здесь пишет еще определенное сообщение про то, кто все-таки там виноват, что произошло. Правильный вывод все-таки, что шлем должен быть и вот он пишет, все говорят за шлем. Я согласен, что они должны бы быть, но в первую очередь надо потребовать. Дружище, я искренне рад, что с девушкой все хорошо. Честно тебе скажу, по видео выглядело так, что это летальный исход и я прям мега рад, что написано с девушкой все нормально. У нас в Киеве на Кирилловской была ситуация, когда парень на шоссере очень медленно ехал. Его машина просто подрезала, даже контакта не было. Он упал и это был летальный исход с очень похожей ситуацией. В первую очередь надо не требовать от городских властей. Дружище, это и для тебя, я говорю, если ты вдруг увидишь, со всем уважением, без упрека. В первую очередь надо, вот, и я согласен, они должны быть. Я надеюсь, что и вы будете впредь в шлемах кататься и те, кто увидит это видео. Но это ваше дело, друзья. То есть вы сами отвечаете за свою жизнь. Освещение, это еще и то, что позволяет другим вас видеть. Поймите, если какой-то автомобилист собьет вас просто потому, что он вас не мог увидеть в темное время суток, потому что вы едете без какого-либо освещения, проблем будут не только у вас, но и у него. Я вчера катался с папой, с Саней и у Сани сел фонарь. И, к сожалению, это происходит иногда. Я понимаю, что иногда форс-мажоры случаются. Но мы сразу перерокировались таким способом, чтобы он был между нами. У меня есть фонарь-мигалка, у папы есть фонарь-мигалка, у Сани только мигалка. Соответственно, его было видно за счет нас. И все равно я считаю, что это очень плохо. Однако мы едем, и я вижу, как по дорогам то и дело передвигаются велосипедисты. Я вчера таких вечером, ну, честно говоря, человек 10 видел. Просто без шлемов, без мигалки, без фонаря. И обязательно по дороге общего пользования. Друзья, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников движения. Потому что я еще и автомобилист, как вы знаете. И я прекрасно понимаю, как это в последний момент увидеть темного велосипедиста. Ты можешь совершить какой-то маневр, а там может идти автомобильный обгон. И это все может привести к ДТП, виновником которого будешь ты. Я очень хочу достучаться этим маленьким сообщением до ваших умов. Но, друзья, я крайне не поддерживаю всех тех, я не солидарен с вашими велопокатушками, если вы ездите без освещения. Причем я советую ездить даже днем, потому что это все равно привлекает внимание и это ваша безопасность. Но в темное время суток, я считаю, это полный провал. И я высказываю свое неуважение ко всем, кто так делает. Причем я понимаю, как я уже сказал, есть частичные случаи, когда действительно ехал, что-то произошло, села мигалка. Но постарайся хотя бы как-то это предусмотреть. Есть шлемы с мигалкой, возьми с собой дополнительную. Я всегда таскаю с собой пауэрбэнк на велопокатушках, чтобы, ну если что-то произошло, можно было подзарядиться. Иногда я вожу с собой дополнительную мигалку. Друзья, обязательно предусматривайте такие ситуации. Неуважение я высказываю к тем, кто вообще про это не думает. Кто купил велосипед и просто сел и поехал. Вы можете также обсуждать это в комментариях. Вы можете меня осудить за то, что я слишком жестко отношусь к вам. Можете сказать, что не на все сразу хватает денег. Однако поймите, освещение это то, на что вы должны закладывать бюджет при покупке велосипеда. Это вещи первой необходимости. Есть еще несколько тем. К примеру, я неоднократно видел велосипедистов, которые едут против движения. Почему-то так сложилось, что многие родители учат детей. И вообще так было заведено, что велосипедист должен ехать против движения. Я всем просто настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами дорожного движения. Они есть и для велосипедистов. И там четко указано, как вы должны совершать различные маневры. Где вы должны ехать и так далее. Если вкратце, велосипедист это полноценный участник дорожного движения. И я очень рад, что за последние несколько лет отношение водителей к велосипедистам очень сильно поменялось. Почему? Потому что нас стало много. И чем больше нас будет на дорогах, тем меньше различных вариаций для нашего невосприятия у водителей останется. Но при этом помните, друзья, что я лично страдаю от таких, которые ездят на велосипедах по дорогам без освещения. При этом между рядов. Друзья, вот по поводу между рядов. Я уверен, что кто-то ответит в комментариях, найдя какой-нибудь ролик, где я ездил между рядов. Учтите, что это неправильно. Я тоже не всегда все делаю правильно. Но я ездил между рядов, когда была пробка. И я неоднократно говорил, что автомобилисты очень часто жмутся к правому ряду и там проехать невозможно. Тем не менее, это неправильно. Еще раз подчеркиваю. Неправильно. Я тоже ошибаюсь. И при этом водители не знают, что вы сделаете дальше. Они про вас думают, как про дурачков. Естественно, я сейчас не говорю про всю свою аудиторию. Я уверен, что большая часть это именно те, которые ездят по правилам и хорошо понимают, как надо вести себя на дороге. Но иногда я еду за рулем своего джимни и мне на голову не налазит, как велосипедист в темное время суток может ездить между рядами, когда особо и пробки нет. Просто машины стоят на светофоре. А ведь поймите, сейчас загорится зеленый и тебе надо будет перестраиваться обратно, когда машины уже поедут. Автомобилисты понятия не имеют, что тебе дальше в голову придет. Некоторые из них тебя попросту не видят. Но те, которые увидели, они явно про тебя не думают ничего хорошего. А соответственно, они начинают так относиться и ко всем остальным велосипедистам. Ну, мол, знаете, это же вот эти вот ненормальные, которые повыскакивали на дороге и типа считают, что им все можно. Нельзя. И я очень хотел бы, чтобы полиция, различные дорожные службы, которые имеют на это право, они останавливали велосипедистов, проводили беседы, штрафовали. Потому что без наказательной базы одно мое видео не повлияет на все. Но я надеюсь, что хотя бы кто-то задумается про то, как правильно вести себя за рулем велосипеда. Друзья, цените свое здоровье, цените нервы и здоровье окружающих вас. Давайте будем с уважением относиться ко всем. Жду вас в комментариях. Всем хорошего воскресения. Пока.